Апсона Анефта Абшария цихриры зацара айвэпшым гуэрэ дырклойта республика ваапсыра, джога вывус бзеопа ербхедозыр эгирт аэкология апхаста анатоид хоякапшуэйт. Акабисер кээшкаау, харахчыра парламентасы. Без цара аган ахала элэрка азмачим, ахайелка амгим, расшоп. Акабисер кээшкаау, харахчыра парламентасы, ахайелка ахандую астамыртар бэнарт баандалат фабрит анефта здааразы эйккуршу айкуша хатрадзакы. Ихейт апарламент бэхэйлэка чэээшэрдз базария здааразы инарт баау айлатварам ябгазарц. Всех беспокоит и общество наше, насколько в полной мере отвечает интересам Абхазии лицензионные экономические условия, по которым выданы лицензии двум компаниям. Мы хотим понять, какие экономические плюсы и минусы в этом проекте, какие экологические риски существуют. А также много вопросов, которые у каждого из моих коллег, наверное, есть свои вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы. Правительство обязано исполнять те договора, которые заключены государством. Естественно, мы этим занимаемся. При этом, конечно, есть служба экологии, которая будет постоянно заниматься мониторингом работы обоих компаний. Есть, конечно, проблемы с договором. И где у меня лично нет претензий к компании Роснефть, есть претензии к руководству Абхазии, которые на момент заключения договоров заключают вот такого рода договора. И если речь шла только о разведке, как нас усиленно пытаются убедить, и если речь идет только о разведке, то зачем вы, господа, даете им еще и добычу сразу одним документом? Вот этого я никак не могу понять. В 2014 году президентом Александром Залкинской, Чамаквад, и правительством во главе Леонида Ивановича Лакербая были подписаны договоры. С некой компанией Обс-Нойл, который на тот момент несложным взглядом можно было определить, что основной учредитель находится в офшоре, на Кипре. Каким образом эти люди заключают договора, то есть правительство, которое было открытыми глазами, подписывает договора с этими нефтяными компаниями, у которых голова находится офшор? Уважительно отношусь к данной аудитории, чтобы позволить себе некоторые невежливые вещи, которые напрашиваются. Это первое. Второе. Нелепости невозможно комментировать. И третье. Мне тоже очень интересно помочь будущей комиссии в поиске истины. Я достаточно информированный человек. Мне известны все тонкости и нюансы возникновения вообще этой темы. И готов поделиться с парламентской комиссией. Алисензия, Наср, Тодапсинапыза, министр Сдыка, Нумальвакула, Хадеус Бартан Абхагаве, Беслан Барцец, Ира и Нартаунун, депутат Ферзетей, Хитайку Шахатра Абжетара Шикалазапы. Тут нет никакого грифа секретности, тут нет даже грифа ДСП. Поэтому вторую копию я готов передать независимым журналистам, представителям «Марсмира» или другого журналистского сообщества, чтобы снять все вопросы, связанные с якобы засекреченностью этих событий и действий, которые имели место с 2013 по текущий год. Еще раз говорю, было продлено лишь сроки геолого-разведочных работ. Никаких других изменений по тексту, по лицензионным соглашениям, по условиям или какие-либо другие вопросы не имели места. Депутат Ферзетара Кубаски, Артаг партет, а министр чей, а эколог чей. Язгуата Дубайладур Абхера Ширмаз, айпуша хатра анрбжартуз, апсана пыза министр сихази, а экономика, а министры, агуп апсана ойл анапхагави. Ахадара адзуги, айлатура архалад мургдзей. Убрия кунту анефта пшар и ацхрэй и цурргу аззара кортак зигы иказымакэна. Ихэтуб жгла резервуан за пиа бхара депутат, шаги анефта аззара за акомиссия шапарцахаз. Даурина Пшбалык Сагуха, апсодили хапшра.